Два часа дня на Дону 101,7 в Целине, 101,5 в Красном Сулине, 106,3 в Волгодонске, 103,9 в Орловском районе, 103 в Тацинской, 105,2 в Матвеево-Курганском районе, 95 в Каменске-Шахтинском, 102 в Боковском районе, 107,9 в Морозовске, 103,1 в Семикаракорске. Наши, наши в эфире. В позитивной ноте рада представить наших сегодняшних гостей. Сегодня у нас в гостях авторы-исполнители Сергей Жилин. Здравствуйте, Сергей. Приветствую. И Михаил Барков, группа Кит. Миша, привет. Всем привет. Как настроение? Как прошло ваше утро? Без приключений? По-доброму, как всегда. Все хорошо, только с парковкой проблемы. Ну, это вечная тема. Я несколько минут назад буквально узнала, что вы, оказывается, знакомы. Вот этого, честно сказать, я никак не могла предположить. Где вы познакомились с Михаилом Сергеем? Да мы часто встречались. Ну, дело в том, что мой преподаватель Евгений Викторович Луценко, вот, хорошо знаком с Сергеем. Мой большой друг Женя Луценко, да, мы с ним еще работали в оркестре Кима Назаретова. Когда Кима Ведикевич еще жил, я был солистом этого оркестра, а Женя, соответственно, соло-гитаристом. И сейчас он в моих проектах участвует с огромнейшим удовольствием. Поэтому рад видеть, Миша. Замечательно. Нашим слушателям я хочу сказать, что мы работаем в прямом эфире. И 200 ровно 2519 – это тот номер телефона, по которому вы можете звонить в нашу студию, задавать вопросы нашим гостям, рассказывать нам что-нибудь хорошее. Также можете писать нам наш номер в WhatsApp – 8938-165-107. Кстати, нас можно не только слышать, но и видеть. Для этого заходите на сайт www.3wdom24.ru. Ну, конечно же, не могу спросить, какие новости у вас? Миша, мы вообще давно с тобой не виделись. Наверное, около двух лет. Наверное, что-то интересненькое произошло в твоей жизни за это время. Ну, интересненькое. По-моему, когда мы виделись в последний раз, я еще в Таганроге жил. Да. Вот, сейчас живу. А теперь? Сейчас живу в Ростове. Вот. Почему переехал? Ну, переехал по, как сказать… Какие-то рабочие моменты? Да, рабочие моменты работаю здесь. Вот. Здесь, ну, как больше, наверное, возможностей и перспективы. Но все равно, наверное, в Таганроге бываешь? Бываю. Не забываешь? Не забываю никакими. Что там с новыми песнями? Как дела обстоят? Пишутся. Пишутся. Сегодня спою то, что еще не пелось. Ой, замечательно. Мы так любим премьеры. Будем ждать. Сергей, какие новости у вас? С чего начать? Ой, начните сначала. Я знаю, что у вас сейчас все очень активно. Отслеживаю ваши фотографии. Вы, конечно, где только не бываете. Ну, расскажите нам. Ну, самый главный проект, который сейчас вот мы продвигаем с моим другом Владимиром Антифальевичем Жердием, это Жердев Жилем, Патриот, да, это цикл, то, что уже сделано, то, что уже записано. При помощи Дениса Баланова и телестудии Айт Медиа мы снимаем фильмы-концерты. Из крайних вот таких больших действий в Москве мы сделали концерт-съемку в клубе Лермонтов, это в центре Москвы, где Лермонтов, вот памятник стоит, знаешь, помнишь, кто же его посадит. Вот, вот в этом клубе мы записали большой концерт с участием интересных исполнителей, как наших ростовских. Одной из исполнительниц было гостья Азиза, потом из Казахстана, золотой голос Казахстана, замечательный тоже наш товарищ. И мы выпускаем это все на видеопродукции, распространяем, участвуем в благотворительных акциях. В общем... Ну, такая глобальная цель этого проекта какая? Воплощение творчества. Владимир записывает, пишет стихи, я пишу музыку. У нас в проекте и Женя Луценко участвует, и много аранжировщиков. Сергей Филонов, Саша Попов, Саша Гоптарев. В общем... Ну и, соответственно, все это записывается в видео. И, да. И затем... Затем будет, естественно, выпущены диски. Будет, естественно, сделан сайт. Такой мощный. Ну, это ваш такой сейчас основной проект. Да. Что еще новенького? Ну, еще продолжаю я проект, который называется «Три века русской поэзии». И уже набралось порядка 40-45 песен. То есть, в принципе, я думал выпустить один альбом, но уже, смотрю, не получается. У меня, получается, отдельно, наверное, будет «Серебряный век», отдельно «Век золотой», то есть Пушкин-Лермонтов. Отдельно диск будет полностью из песен Сергея Александровича Есенина. Я, кстати, посетил, рекомендую, в «Шолохов-центре». Сейчас, по-моему, завтра закрытие. В «Шолохов-центре» замечательная выставка, посвященная творчеству Сергея Александровича Есенина. Какая замечательная информация, очень полезная. Я вот записала, и думаю, наши слушатели тоже сейчас слушают и наматывают на ус. Ну, а «Век железный», как я его называю, это вот современные песни на стихи поэтов-современников наших, которые, к сожалению, уже не живут. Владимир Высоцкий, Евгений Александрович Евтушенко, Роберт Иванович Рождественский. Ну, вот такие проекты. Замечательные проекты. А у нас есть сообщение, в WhatsApp пишет нам Ольга Сергея. Сергей, я отслеживаю, что Вы живете сейчас периодически в Москве. Собираетесь переезжать? Я так понимаю, что... Ой, не будем забегать вперед. Нет, дело в том, что действительно, как я уже сказал, я и в Ростове выступаю, безусловно. Вот 7 мая участвовал в концерте в театре Горького. И исполнилась моя давняя мечта, благодаря моему другу, главному режиссеру Сергею Можаеву. Он мне доверил спеть песню Владимира Высоцкого «Аисты». Замечательный коллектив танцевальный поддерживал меня, что называется, визуально. Называется ансамбль «Коллектив Беспредела». Просто чудесный. Мы сработались, в общем. А затем 9 мая, соответственно, на нашей главной площадке, на театральной площади, на большой сцене, я тоже исполнял песню «Аисты» и свою песню, которая называется «Я не видел войны, но я помню». И в этом году, вы не представляете, сколько ей лет исполнилось. Я посмотрел, нашел черновики и увидел год написания – 1988. То есть, 30 лет я пою эту песню и исполняю эту песню буквально в каждой своей концертной программе, потому что она о связи поколений, времен. Это низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Присоединяюсь к этим словам и напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 200 ровно 2519. Звоните в нашу студию или пишите нам в WhatsApp 8938-165-107. Ну, еще один вопрос, и будем петь. Миша, я знаю, что у тебя группа «Кид», то есть, ты у нас не один, не сольно ты у нас поешь. И не могу не спросить. Все-таки, как в любом коллективе, бывают, наверное, какие-то трудности. Все-таки разные люди, разные мнения, разные характеры. Как вот в этой ситуации вы приходите к общему знаменателю? И вообще, какие ситуации у вас бывают? Да, ситуации разные бывают. Все, да, разные. Все с разными характерами. Все творческие. Ну, поскольку я руководитель, все решается просто. Как руководитель сказал, так и будет. Да, да, то есть, как бы, ну, мы посоветовались и решил. Понятно. То есть, всегда вот этот окончательный вариант, это окончательное решение, оно остается за тобой. Ну, как бы, в основном, в основном, да. А если кто-то категорически не согласен? Революции, митинги? Такого не было, не было еще ни разу. Ребятам привет, кстати, большой. Привет большой, да. Дар убеждения, наверное, помогает в этой ситуации. Да. Да. А много народу? Четыре человека. У меня дар убеждения хороший, действительно, я умею убеждать, потому что я все-таки тренер по боксу. И люди действительно... Люди прислушиваются. Да, прислушиваются. Дабы избежать проблем. Ну что, кто начнет исполнять? Да, друзья, кстати говоря, скажу нашим слушателям, что сегодня у нас такой необычный эфир. Если обычно мы слушаем студийные записи песен, то сегодня мы все будем петь вот прямо здесь и сейчас, потому что два наших замечательных автора-исполнителей пришли к нам с гитарами. Со своими подругами. Со своими подругами, да. Сергей, ну, наверное, начнете? Да, я... Уступайте, конечно. Слушаем. По старшинству, вернее, по младшеству начнем, да. Первая песня называется «Сыну». Мы с тобою очень сильно похожи. И ты, как я, но только меньше раз в пять. Я с тобою забываю обо всем, что быть может, если вместе начинаем играть. Ты не знаешь, что такое сомнение. Просто шкодишь, и я так хочу. Обними меня, сынок. Ты мое продолжение. Обними, и я полечу. Паруса нас унесут за моря, к берегам. Отплываем. Настанет время, и капитаном станешь ты, мой сынок. Я это знаю. Когда-нибудь через года Далеко, далеко, далеко унесет наш корабль, Если станет тяжело. Сынок, я рядом. Са-ра-ра. Я рядом. Ожидают нас большие открытия И один из вечный сложный вопрос Ах, если б можно было время Остановить, тогда б, наверное, ты не так быстро рос Ах, если б можно было время Остановить, тогда б, наверное, ты не так быстро рос Новый день приносит новое счастье Мы дурачимся, нам хорошо Позади все невзгоды Ушли все ненастья Солнце вышло, и дождик прошел Позади все невзгоды Ушли все ненастья Солнце вышло, и дождик прошел Паруса нас унесут за моря, к берегам Отплываем. Настанет время, и капитаном станешь ты, мой сынок Я это знаю Когда-нибудь через года Далеко-далеко унесет Наш корабль, если станет тяжело Паруса нас унесут за моря, к берегам Отплываем, настанет время, и капитаном станешь ты, мой сынок Я это знаю Когда-нибудь через года Далеко-далеко унесет наш корабль Если станет тяжело Если станет тяжело Если станет тяжело Сынок, я рядом Сарада, Сарада, я рядом Сарада, Сарада, я рядом Михаил Барков, Миш, замечательно Аплодисменты, да, друзья Михаил Барков Живой звук Прямо здесь В прямом эфире Миш, ну скажи, пожалуйста Первым слушателем этой песни Был твой сын? Ну, я думаю, да Почему ты сомневаешься в этом? Нет, я просто сейчас уже плохо помню Первым слушателем Ну, я ее написал И помню, что спел Все-таки кому исполнил? Супруге? И сразу Или все-таки сыну? Сыну Сыну, да Сыну сейчас сколько лет? Сыну сейчас 3 и 9 Замечательно Он уже все понимает Капитаном станешь ты Это ты все-таки в переносном смысле спел? Или у тебя действительно сын мечтает стать капитаном? Не знаю Ну, фамилия морская немножко Барков Барк Да То есть Ну, нет, это образно Образно Он мое продолжение Самый мой А вообще Есть у твоего сына Отслеживается тяга к музыке? По стопам своего папы? Отслеживается, да Отслеживается И Он действительно очень музыкальный И ритмичный Это уже слышно То есть Когда мы играем Вот Он И поет хорошо У него голос Ну, и глупо было бы Потому что у меня оба родители Музыканты То есть Мама Аккордеонистка Папа Баянист Оба закончили музучилище Ну, все логично А что ты будешь с этим делать? Вот у тебя музыкальный ребенок Что будет? Музыкальная школа Ну, я бы Я бы очень хотел Ну, там уж как Бог даст Я бы хотел его В школу Кимоназаретова Он поступил Учился там Вот это лучшее заведение По какому классу? Ты же понимаешь, какая будет битва? Аккордеон Баян Ну, да С твоей стороны будет гитара И бокс будет еще, да 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 как на самом деле То есть Если он будет интересоваться Я не знаю Бегом Хоккеем Чем угодно Я буду Интересоваться тем же И поддерживать его во всем Замечательно Ну, конечно, хотелось бы Чтобы было больше общих Каких-то моментов Надеюсь, что я с ним Когда-нибудь и концерт сыграю Такая мечта есть, да Будем отслеживать Напомню, что мы работаем В прямом эфире 200 ровно 2519 Друзья, звоните в наш студию И у нас есть телефонный звонок Алло, здравствуйте Да Будем отслеживать Алло Алло, здравствуйте Пожалуйста, сделайте приемник потише И мы вас слушаем В нашем студии И у нас есть телефонный звонок Алло, здравствуйте Да Алло, алло Да-да Как вас зовут? Пожалуйста, сделайте А, я вот так отошел Здрасте Это Григорий вам звонит Уже скучаю Григорий, здравствуйте Вот, рад всех видеть Слышать Мы тоже вас рады слышать Что хотите нам интересное рассказать? Вот Да, я Да, я, во-первых, хочу передать привет Сергею Жилиной От Анны Сергеевны Мальцевой Спасибо большое Передавайте привет Да, потому что Педагог по вокалу Очень много теплых слов говорит То есть Со своим творчеством Пока я стесняюсь подойти Вот И, конечно, отдельно Это просто восхищение Михаилом То есть Я просто фанат Фанатею Этого творчества Не знаю Это новый род песен Каких-то Интеллектуальные песни Не только душевные Интеллектуальные Поэтому хотелось бы его больше слышать Видеть Спасибо большое Сегодня еще прозвучат песни Григорий, в свою очередь Рады вас слышать О нашим гостям Я скажу, что это Григорий Капуза Это тоже Участник проекта Наш в эфире Абсолютно верно Так что все наши И все в эфире Да, да, да И все в эфире Спасибо вам большое Также, друзья Напоминаю еще раз 200, ровно 25, 19 Звоните в нашу студию Так же, как и Григорий Ждем ваши звоночки Очень интересно Услышать ваше мнение И так же пишите нам Ватсап 8938165107 Есть у нас сообщение Сообщение Михаилу Адресовано Миша Скажи, когда ты начал писать песни Начал писать песни Где-то в районе 19-20 лет В этом возрасте Ну, я так, глядя на тебя Понимаю, что это было Сравнительно недавно Ну, наверное, да Я дело в том, что Очень много До 20 лет Ездил на соревнования По боксу Выступал В основном выступал По спортивной Не до музыки тебя было А потом В общем Выступать закончил И начал писать песни Ну, замечательно Сергей А вы помните Свою первую песню? Конечно Ну, расскажите О чем была эта песня? Она была Нет Я ее написал В 16 лет По-моему Освоив гитару И не на трех аккордах Миша оценит А сразу Что-то у меня там получилось Штук 5-6, наверное Да А песня была Странник Изгнанник Такой пилигрим В общем Я эту песню назвал Притчей Умудренного жизнью 16-летнего старика Очень интересно Было бы послушать Да, мне тоже, кстати Ну, что-то такая Балладная какая-то Песня была Что вас вдохновило На такие философские Мысли И, может быть Прочтение какой-то книги Произвело на вас Впечатление Я читал Это же первая песня Понимаете? Как говорится Читал я за поем То есть я читал Все-все-все на свете Поэтому начитанный мальчик был Ну, судя по тому Какая песня была в 16 лет Это понятно Потому что пришлось В литературный институт Все равно поступать Все равно Никуда я не делся От литературы Ну, это хорошо Это прекрасно Прекрасно А мы сейчас очень хотим Послушать песню В вашем исполнении Да, конечно Я вспомнил, что не так Мы в этом году Так же Еще две круглые даты Это Столетие образования Органов Контактного Контрразведки ФСБ КГБ ЧК И Совсем недавно Вот Пограничников Я тоже поздравлял Песнями А В Доме офицеров По-моему, да Вел Концертную программу Посвященную Столетию Образования Органов Контрразведки Я пел там песню Которая называется Полковник Невский Привет городу Тула Я снова вспомнил Про Афган В него Въезжал я На КамАЗе Неоперившийся пацан Я и не думал О спецназе Я оружейником Быть мог Ведь родился-то я В Туле Но мне сказал Комбат Сынок Судьба порой Шальнее пули Когда в меня Душман Стрелял И пулей Зацепил Комбата В Москве Высоцкий Умирал И старт брала Олимпиада Олимпиада Миру Мир Над лужниками Добрый Мишка А мы В такой Попали Тир Что Показалось Всем нам Крышка Хотят ли Русские Войны Стремятся Ли Пасти Народы Нам бы Сказали Пацаны Из третьей И девятой Роты Им Непонятен Был Ислам Но Каждый К маме И к невесте Распределились По домам Тяжелым Грузом Грузом Двести С тех пор Прошло Немало лет Но Позабудется Едва ли Сухой Чиновничий Ответ Мы вас Туда Не посылали И вот Я Старший Офицер Пушту Владею И Форсия И Нет Страны СССР Зато Жива Моя Россия Ладонью Друга На Плече Лежит Она Тепло И Свято Вновь Наступило Время Че Мы Возрождаемся Ребята Мы Возрождаемся Сейчас Не Забывая Дым Капула Я Выбрал Путь Мой Путь Спецназ Полковник Невский Город Тула Я Выбрал Путь Мой Путь Спецназ Полковник Невский Честь Мой Сергей Жилин В прямом эфире Сегодня в гостях Проекта нашего эфира Сергей Я так понимаю Что определенная Какая-то жизненная история Стоит за этой песней Ну Честно говоря У меня друзей много Которые прошли Афган Я тоже служил В те годы 85-87 Но я служил В Забайкале Я командир танка И наводчик орудия Ну А друзей Конечно много И один из них Олег Чернов Олег Чернов Олег Александрович Чернов Мой московский Друг Товарищ Он Однажды У меня спросил А почему Сережа Чего у тебя нет Песен про афган А я как-то О войне Великой Отечественной Ну Мы воспитаны были Мы смотрели Фильмы Настоящие фильмы В бой идут Одни старики 17 мгновений весны Ну перечислять Весь эфир Не перечислишь А про афган Как-то все-таки Это было близко И я Остерегался Потому что Я считаю Как Как и Владимир Семенович Высоцкий Что Просто так Что-то зарифмовать Что-то увидел И записал Это все-таки Мы не документалисты Все-таки поэт Это творец Это По-хорошему Фантазер Потому что У тебя должно быть Должна быть Фантазия Поэтому Никакого Прототипа нет Все Выдумано Но я Буду не удивлен Если такой Полковник Может С другой фамилией Но Есть Вот с такой Похожей историей Спасибо большое Сергей И сразу На сообщение Ватсап Сергей Привет от пограничников Спасибо И вопрос Сталкиваетесь Либо с критикой И как на нее Реагируете Ну Я вам Да Литературный институт Научил меня Не слышать критику По одной простой причине Я ее столько Наслушался Что если бы я все Слушал Сколько говорили То я бы никогда Не поступил В литературный институт Мне говорили Да не твое это И так далее И тому подобное Ну Я преодолел все это Я поступил В лучший Вуз Страны В литературный Единственный В своем роде Потом у меня был Лев Иванович Ашанин Учитель Наставник Я к дороге Пуль до туман Евгений Борисович Рейн Это школа Замечательная А почему научился Научился Потому что Наши занятия Проходили так Вот допустим Моя очередь Выходить на эту Голгофу И вот ты выходишь Со своими стихами И твои друзья Твои товарищи Вот вы вместе Там на переменке Я сейчас не курю А раньше было дело Ты вроде бы Вот мы все Друзья Товарищи Кофе пьем И вдруг Тебя начинает Грызть так Чтобы не остается Живого места Просто вот Вот такую критику Я выслушал И причем Это происходило С каждым Каждый получал Свою порцию Каждый буквально То есть у тебя Есть оппонент Потом все Все это Обсуждают Но это и хорошо Это и хорошо Потому что Таким образом Ты все равно Избавляешься От каких-то Своих недочетов Которые у тебя Присутствуют Однозначно Именно так Чеканится Мастерство Так ты Учишься Убирать Строчки Которые Не очень Важны Но это Ты уже Начинаешь Соображать Где-то На третьем На четвертом Курсе Ну и вот После такой Критики Выходишь С таких мероприятий И тебе говорят Сережка Да мы же Подружески По-хорошему Да Ну да В общем Да 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 Один в один Точно То есть здесь Это Ничего личного Ничего личного 200 ровно 2519 Телефон прямого Эфира У нас есть Телефонный Звонок Алло Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Меня зовут Олег Олег Слушаем Ваш вопрос Я хочу Сказать Спасибо Сергею Жилину Для его Песни Про Афганистан В 78 Году Я закончил Академию Кавказ В 79 Начался Афганистан Я Молодой Лейтенант Писал Рапорта Зампалит И ворвал Один за другим И кричал Что В Афганистане Не нужны Властники Академии А нужно Только Пучное мясо Другие мои Друзья Погибли Там Много Время Не прошло Я стал Полковником Зовут Меня Олег Орлов У него Там Олег Чернов Друг Хочу Спасибо Сказать Сергею За его Песни Но я Остался Жив А многие Мы вернемся В нашу студию Буквально Через несколько минут Красная гвоздика Является символом Памяти Об ушедших героях А сегодня Это символ Помощи Ветеранам Живущим Среди нас Приобретая Значок Красная гвоздика В магазинах Города Вы помогаете Ветеранам Пострадавшим В результате Боевых действий Первого и второго июня Во дворце спорта Состоится важное Спортивное событие Восемнадцатый Международный турнир По греко-римской борьбе На приз Братьев Самургашевых Победители и призеры Войдут в состав Национальных сборных Для участия В крупных мировых И европейских соревнованиях Начало соревнований Первого июня В двенадцать ноль ноль Церемония Открытия В семнадцать ноль ноль Вход свободный Категория ноль плюс Телефон рекламной службы ФМ на Дону Двести один Семьдесят девять Два ноля Разговорчики Краткие беседы Обо всем Самом актуальном В программе Разговорчики Слушайте по будням В шестнадцать пятьдесят На ФМ на Дону Категория двенадцать плюс Полезный навык Брендинг личности От разработки До внедрения Ваш персональный путь К своей эксклюзивности И аутентичности Это программа о том Как позволить себе Быть собой настоящим И зарабатывать Любимым делом Слушайте программу Полезный навык По вторникам Четвергам И воскресеньям На радиостанции ФМ на Дону Категория двенадцать плюс Спортивная программа Спортсмены, тренеры И спортивные эксперты В четверг Восемнадцать часов На ФМ на Дону Категория двенадцать плюс Связаться с ведущими Радиостанцией ФМ на Дону Можно и по номеру Ватсап 8-900-38-165-107 Присылайте свои сообщения С 7 до 9 В программу Ранняя пташка Из 13.00 до 14.00 В большой информационный час 8-900-38-165-107 ФМ на Дону И хорошее настроение Штополин и пух Жара июль Ночи такие умные ФМ на Дону Улыбайся 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 Невесомость Не поверю И обтайся Улыбайся Улыбайся ФМ на Дону ФМ на Дону ФМ на Дону Наши в эфире Друзья, мы вновь в студии С вами по-прежнему Марина Орлова И напомню, что сегодня у нас в гостях Авторы-исполнители Сергей Жилин И Михаил Барков Группа Кит По-прежнему мы работаем В прямом эфире 200-25-19 Звоните в нашу студию Задавайте вопросы нашим гостям Рассказывайте нам что-нибудь интересное Или пишите нам по номеру Ватсап 8-9-3-8-165-107 И есть у нас сообщение Пишет нам Галина И Михаилу, и Сергею, как я понимаю В какой обстановке вам удобно писать песни Какая атмосфера должна быть Уединение Или это не имеет значения Кто первый? Ну Совершенно, наверное, бывает по-разному Но в основном Это, конечно же, тишина Спокойствие какое-то Время суток Это ночь Это ночь Когда все спят Хотя на самом деле Бывает такое, что ты просыпаешься Просто утром И просыпаешься уже с идеей А может муза застать тебя врасплох Например, в пробке Где тебе неудобно записать Может, может Самое интересное еще бывает Когда ты ходишь И вот, ну Что-то пишется И В общем Доходишь до такого Какого-то этапа Когда Вот стопор Какой-то, да Ты не можешь преодолеть уже И ложишься спать И вот уже засыпаешь И вот тут оно начинается И вскакиваешь, начинаешь писать Утро вечера мудренее Ну, говорят же, правда И опять начинаешь вскакиваешь Начинаешь писать То есть, как бы И дописываешь То есть, оно приходит как-то Но это все неосознанно, наверное И осознанно, и неосознанно Но это, наверное, загадка какая-то Вот у всех Интересно Сергей, как у вас это бывает? Это абсолютно по-разному, конечно же Раньше, раньше это было По четыре, по пять песен в ночь у меня писалось Да Вот это скорость Бывало такое Вот Ну, опять же Большинство полетело потом в корзину Как После той самой критики Поэтому сейчас, что называется Я придерживаюсь такой Редко, но метко А сейчас у меня Стоит такая технология У меня появляется некий замысел И я его оставляю А потом Через какое-то время Оно возвращается Послал запрос во Вселенную Приходит тебе ответ И ждешь ответа Да, садись и пиши Точно так же, кстати Владимир Жердев пишет Абсолютно И, кстати Что касается Вдохновения музы Конечно, это необходимо Но По-моему Юноша может ждать еще Вдохновения А мужчина Уже не имеет права Ждать вдохновения Он должен Работать А стихосложение Это огромный Труд Это кажется Там написалось Что-то Нет, не кажется Вот мне, например Кажется, что это очень сложно Ну Поэтому я слушаю вас С удовольствием Как Маяковский сказал Это та же Добыча ради Да У нас есть телефонный звонок Алло Здравствуйте Алло Добрый день Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Олег Очень приятно, Олег Кому вопрос Рисуете? Я вот ехал в машине Приятный голос Спасал, слышал Привет Передаю Сергею Жилину Спасибо, Олег Спасибо Хочу поздравить День рождения Немножко запоздание Ну вот В мае было День рождения Пожелать хочу Здоровья Турчских успехов И еще хочу сказать Что Москва хорошо Но Ростов лучше Не забывай про Ростов, Серега Да ни в коем случае Нет Ну что ты Мы его не отдадим, Олег Вот так Нет, ну я Я в принципе выпустил вот и книгу И юбилейный сборник 8 альбомов МП3 Называется Служу России на Дону Поэтому где бы я ни был У меня тоже песня есть И там Родился я в Ростове и горжусь И донской водичке в крови Не стыжусь Так вот эта вот донская водичка Она во мне Всегда-всегда шумит, бурлит Спасибо батюшке Дону Спасибо большое, Олег За ваш звонок Я так понимаю, что за Сергея Можем не волноваться В любом случае Даже если улетит в Москву Все равно вернется Да, Сергей? Кто однажды к себе Багедону причалил Ни за что никогда Не отчалит Уже от него Да, эту песню наши слушатели знают Прекрасно Друзья, 200 равно 2519 Еще нам звоните Хочу задать вам вот такой вопрос Какие трудности могут поджидать Начинающего автора-исполнителя Очень интересно у вас узнать Как этих трудностей можно избежать Вот именно с высоты вашего жизненного опыта Нас сейчас слушают авторы-исполнители Начинающие Это к Сергею, наверное, вопрос Потому что я еще, наверное, к себе К начинающим причислю Ну, ничего страшного, Миш С какими трудностями ты сталкиваешься? Ну, трудности, наверное, скажем так Маркетинга, наверное Сейчас нужен хороший, очень грамотный маркетинг То есть раскручивать себя Всевозможными способами То есть, да, очень сложно себя самого Получается проталкивать По всей этой теме То есть, хотелось бы, конечно Чтобы был такой человек Который будет с тобой на одной волне И который будет тебе в этом помогать То есть, продюсер нужен в любом случае Ну, да, продюсер, ну, вы же понимаете, что Тут же очень важно именно Ну, то есть, ну, не мешать, да То есть, как-то все-таки Все-таки сейчас как-то ассоциация с словом продюсер Это, ну, можно все это Все это дело погубить Ну, почему? И бывают очень хорошие продюсеры Которые действительно раскручивают Молодых исполнителей Да и не только молодых Но, к сожалению, то, что вот я вижу, да То есть, это Ну, очень интересные есть музыканты И в Ростове есть очень интересные ребята Вот, кстати, передам привет Группа из такая, Коста-Рика Алексею Дубровину У них замечательные песни Вот И, как бы, в основном все себя как-то сами То есть, пиарят и пытаются вообще О себе сказать И сейчас просто невозможно пробиться Через этот поток То есть, если То есть, очень много людей, которые играют И их вообще никто не знает И, возможно, даже не узнает, к сожалению Да, то есть, вот это сложно Самое сложное для меня Вот этих людей в наш проект Прямо вот рекомендую смело Хорошо Хорошо Будем ждать Я хочу сказать, что Я хочу сказать, что в свое время Я с Виктором Серпионовым, да Также поддерживал начинающих На одной из радиостанций Вот, поэтому я, конечно, в теме, в курсе Что касается меня, то мне повезло, конечно же Безусловно, потому что моим наставником Сценическим наставником Стал Яков Аршакович Кюльян Это легендарный человек Легендарная личность Музыкант Суперадминистратор Он Большой друг Даже они друг друга называли братом С Кимом Абведиковичем Назаретовым Вот И я помню, как я пришел Пацаном в филармонию Зашел к Якову Аршаковичу с гитарой У меня было протеже из Москвы Я прилетел из Москвы тогда Я вошел к нему в кабинет Передал какие-то документы из Москвы И он говорит Ну ты завтра приходи с гитарой Я пришел с гитарой И он буквально Слышал Я взял аккорды Пару Пару куплетов спел Даже полкуплета Не пару там не было Он тут же меня схватил И мы пошли к Федору Ивановичу Ищенко Это директор филармонии Вот И Он меня прослушал Потом был худсовет И потом я втянулся У меня были гастроли Были радиоэфиры Телевидение Поэтому Конечно ты Миша прав Безусловно Что отдельно человек Продюсер Импресарий Он необходим Необходим А потом я естественно Работал с Раисой Ковалевской Это директор фирмы Импресарио Райков И вот как-то Вот эта гастрольная деятельность У меня пошла Потом же у меня были радиостанции Потом редактор телевидения И вот сейчас Опять же Ростовская государственная филармония Солист-вокалист Ростовская государственная филармония Замечательно Сергей Жилин Я думаю дорогу осилит идущий Да Идущий Поэтому Миша Петь играть Сергей Жилин И Михаил Барков В нашей студии Все правильно Я думаю что Хорошо что мы подняли с вами этот вопрос И в нем разобрались Я думаю что сейчас наши слушатели Особенно авторы-исполнители Услышали Сделали какие-то выводы Я думаю что действительно Дорогу осилит идущий И все это поправимо и разрешимо Но однако Как говорится Будем иметь ввиду Миша Споешь? Спою Друзья Михаил Барков В прямом эфире Слушаем Самое время писать стихи О том что все в мире идет по кругу О новой любви Про старого друга Про то что в инстаграме полно чепухи Самое время придумать мечту Слетать на Бали и в Доминикану В Рим, Венецию, в разные страны Чтобы увидеть мир красоту Самое время Самое время Любить то что было и то что будет Самое время Самое время Отдать У нас не будет Самое время Самое время Любить то что было и то что будет Самое время, самое время отдать У нас не будет Самое время позвать друзей Поговорить и рассыпать чай И насмеявшись так невзначай Понять, что для тебя ценней Самое время обнять родных Сына, брата, отца и мать А если вдруг они далеко не обнять Тогда просто помолиться за них Самое время, самое время Любить то, что было и то, что будет Самое время, самое время Отдать у нас не будет Самое время, самое время Любить то, что было и то, что будет Самое время, самое время Отдать у нас не будет Самое время, самое время Самое время идти вперед Оставить тяжелый след за спиной И с тем, кому по пути с тобой Плыть уверенно, как пароход Самое время, самое время Любить то, что было и то, что будет Самое время, самое время Отдать у нас не будет Самое время, самое время Любить то, что было и то, что будет Самое время, самое время Отдать У нас не будет У нас не будет У нас не будет У нас не будет Михаил Барков в прямом эфире Замечательно, аплодисменты И самое время напомнить, что мы работаем в прямом эфире 200 ровно 2519 Друзья, звоните в нашу студию Миш, ну расскажи, пожалуйста, как ты написал эту песню? Да, ехал в электричке Написал Было время свободное Почему бы и нет? Ехал, наверное, в Таганрог Нет, ехал я в город Сальск На чемпионат ЮФО По боксу Ну да, да, вот давай про бокс поговорим Ты же еще Занимаешься параллельно боксом Я вот не представляю Вот эти сочетания интересные Бокс, музыка Как на все хватает времени И Насколько знаю, еще тренируешь Да, тренирую Не только сам занимаешься Нет, нет Ну я как бы как занимаюсь Я тренирую Я по сути-то не выступаю Уже давно, уже 10 лет Когда не выступаю Вот Поэтому Работаю, да, с детьми Вот В январе у меня ученица Оксана Кузьмичева Стала чемпионкой ЮФО И чемпионкой области По боксу То есть Я первый раз вообще Работал с девушкой В жизни вообще Первый раз То есть Никогда До этого всегда отказывался Вот А почему отказывался И вообще очень интересно То есть Девочка, она к тебе сама пришла Или родители настояли Нет, но мы вместе тренируем В одном клубе Вот В клубе Рокки Вот Мы вместе тренируем И Она как бы тренер И у нее Ну большое желание И она действительно Очень много работает Ну В плане развития Именно как спортсмена себя Да, то есть Очень много тренируется Ну И Как бы получилось так Что Ребята особо так не горят Как она То есть Она уже Взрослая То есть Она именно по женщинам То есть Старше 18 лет Боксировала Вот И вот выиграла Ездила даже на чемпионат России В Лонде Летала Здорово И твоя ученица Ну да Ну то есть Она с базой пришла Ну именно вот Мы вместе До такого вот Пришли к такому А вот интересно Только все-таки Твои ученики Это в большинстве Своем конечно Мальчики Да? Ну да То есть Девочка в боксе Это редкость Это редкость Да я вообще Если честно Очень противоречивое отношение К этому Такое К чему? Ну к женскому боксу Почему? Ну Ну потому что Потому что Пусть лучшие мужчины Боксируют Ну мне кажется Что ты просто научил Оксану, да? Да Оксану Хорошо защищаться Поэтому Все нормально Ну она и бьет Хорошо Ну Оксану Ребята в зале Знают Да Да Это во мне сейчас Такая женская солидарность Видишь Сыграла Сергей Я у вас хочу спросить Помимо музыки Может быть у вас Хватает времени На что-то На какое-то хобби Наверное Это не бокс Может быть Что-то другое Почему не бокс Я тоже рукопашным Занимался Ой Коллеги Ну а как иначе Вот Ну у меня увлечения Были всегда Футбол Потом Ганбол Ручной мяч Вот Я был лучшим Бомбардиром В пору Литературного института У нас был чемпионат В Москве Значит Среди Творческих вузов Там Щукинское училище Значит Потом Архитектурный По-моему Щепкинское Литературный институт Соответственно Вот А сейчас Сейчас Мы очень Часто С С моим другом Владимиром Жердевым И соавтором С моим Собратом По Перу И по проекту У нас есть такое Даже не хобби Увлечение Да Это Как это сказать Моржевание Нет Ну Холод мы любим Мы в воду В любое время года И купаемся Всегда В марте Значит в марте В феврале Значит в феврале В море Значит в море В роднике Значит в роднике В проруби Так в проруби Вот Поэтому конечно Вот это увлечение А про сына Вот спел Миша Я вспомнил Что Не так давно Я вышел на сцену Театра Горького С песней Аисты А потом через несколько дней Вышел на эту же сцену Еще один Сергей Жилин Младший Который был кстати В этой студии В этой студии В программе И получил уже диплом Диплом Медицинского университета Мы вас поздравляем Конечно Это гордость Вот такой сын А еще больше гордости Сейчас он мне Приносит Ну не еще больше Но так же Я хорошо играю в шахматы Он стал меня обыгрывать С чем я его тоже поздравляю Вот так выходят в капитаны Как в твоей песне Видишь Но Жилина никогда не сдаются Я всегда рассчитываю на реванш Поэтому Серега держись Серега еще песни не начал писать Нет Он пытался Он пел со мной Когда-то давно На телевидении Ну Это не его Это не его все-таки Он Он врачует Тела А я врачую души Это Такой у нас тандем Ну вот исполните нам что-нибудь сейчас С огромным удовольствием Думал Что же исполнит Вот Есенина Или Или А давайте Есенина А давайте Дело в том Что действительно Это проект Очень для меня дорогой Называется Три века поэзии русской Я очень Хочу Чтобы Поэзия И интерес к поэзии Возродился Потому что Хорошо Что появляются новые имена Хорошо конечно Но без традиции Никуда Поэтому Читайте классику Пойте классику А я вам спою Свою песню На стихе Сергея Александровича Есенина Называется Она Плачет метель Плачет метель Как цыганская скрипка Милая девушка Злая улыбка Я ль не робею От синего взгляда Много мне нужно И много не надо А метель Такая просто Черт возьми Забивает крышу Белыми гвоздьми Только Мне не страшно И в моей Судьбе Непутевым сердцем Я прибит к тебе Я прибит К тебе Так мы далеки Так не схожи Ты молодая Я все прожил Юношам счастье Мне лишь память Лунную ночью В лихую замять Я не залазкан Буря мне Скрипка Сердце метелит Твоя улыбка Я не залазкан Буря мне Скрипка Сердце метелит Твоя улыбка А метель Такая просто Черт возьми Забивает крыши Белыми гвоздьми Только Мне не страшно И в моей Судьбе Непутевым сердцем Я прибит К тебе Непутевым сердцем Я прибит К тебе Я прибит К тебе Ну не будем грустить Замечательно, Сергей Вот просто до мурашек Сергей Жилин В прямом эфире И пока я вас слушала Очень внимательно Мне захотелось задать вам Вот такой вопрос Я попыталась представить Ну конечно русская поэзия Это замечательно Это прекрасно Но как вы находите для себя Вот этот текст На который вам бы хотелось Написать музыку Как это происходит Вот Это действительно Тайна, загадка Но получается Ровно так Я открываю книгу И читаю Ну много я конечно знаю Вот А с этой песней Вообще История интереснейшая Потому что Это две Два разных произведения Это два разных стихотворения Я их объединил Но они были написаны Есениным В одну ночь И когда я увидел это Но уж как появляется музыка Этого я не знаю Но я ее слышу Я слышу ее Я не сажусь У меня там стоят клавиши дома Гитара со мной Что-то Потом Потом я беру гитару И что-то приходит Но музыка приходит сразу Как-то Потом вышлифовывается что-то Это то, что я называю вдохновением Потому что музыкального образования У меня как такового нет Литературное Да А музыкальное образование У меня практическое То есть в следующем году Будет ровно 30 лет Моей профессиональной Творческой деятельности То есть впервые на сцену Ростовской филармонии Я вышел в 89-м году То есть в следующем году Будем отмечать Доживем Дай Бог Алексей нам пишет Вопрос Михаила Что вас вдохновляет? Жизнь Все И все, что происходит вокруг, да? Да Это просто Ну Надо просто описывать Всю жизнь, наверное Ну это может быть Все, что угодно Такой вопрос Как бы общий, наверное Ну так я отвечу Потому что Так оно и есть Впечатления, эмоции Все, что происходит вокруг Идея какая-то Миша, еще один вопрос Пришел нам ватсап Кто твой главный критик? Мой главный критик? Ну, скажем так Первое слово было Папа Папа То есть это тот человек Который тебе скажет Миша Который скажет Ну можно было лучше Да, можно было лучше А что ты с этой информацией делаешь? Дальше работаю Стараюсь лучше Стараешься лучше? Реагируешь? Реагирую, да Всегда реагирую На критику, к сожалению Надо учиться Это мое слабое место Ну вот Говорю как есть Открыто Вот Ну Когда там еще Есть что-то несогласие Ну вот Ну родители У меня очень сильно На самом деле Ну то есть Ну то есть Они мне купили гитару Да, в 13 лет И мама очень То есть у меня не было там Изначально Я только потом В 20 лет я только поступил В музыкальную школу А в 24 или в 23 года А за 2 года я закончил В 23 я поступил В музыкальное училище В Ростовское училище искусств На истрадное джазовое отделение гитары И закончил его То есть там в 20 сколько 7 лет Вот И Ну то есть как бы А до этого я пел Они То есть постоянно как-то Направляла меня мама То есть В этом плане Мне Вот А конечно вообще критик Вот такой В более глобальном смысле Это конечно же люди Ну критик Ну то есть тот кто То есть прислушиваешься все-таки Ну конечно Да Конечно прислушиваюсь На самом деле Ну я над этим работаю То есть я спрашиваю И стараюсь что-то менять Представила картину Не изменяя себе При этом Чтобы был больше Миша пришел в музыкальную школу Сколько тебе было? В 22 года? Да Это было очень забавно То есть я пришел в детскую музыкальную школу Но я очень хотел 20 лет Да Это поступок Да И играл То есть Ну я был не один там То есть нас было несколько человек И Ну это важно кстати Да Да Я чувствовал себя Не одиноким на сцене Потому что вокруг были дети По 10-13 лет Вот Ну когда в училище Я уже играл Это конечно было уже Я себя комфортно там чувствовал Потому что все уже старше Все уже взрослее И как бы Вот Но на самом деле Я просто не мог Поэтому Мне очень хотелось Ну как сказал Сергей Сейчас действительно Это поступок Но самое главное Что замечательный результат И все получилось Друзья Этот час пролетел буквально И вот настало время прощаться Вот так вот неожиданно Кажется Что мы только с вами начали общаться Уже нужно прощаться Я очень рада была Что вы пришли в нашу студию И конечно будем ждать еще Ваших новых песен Заходите Пойте Будем всегда этому рады Напоминаю нашим слушателям Что сегодня у нас в гостях Были авторы-исполнители Сергей Жилин И Михаил Барков Спасибо вам большое Спасибо вам большое Всего доброго Я с вами прощаюсь В студии была Марина Орлова До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова